Добрый ранец! Информационная служба Толя-радио компании «Гомель» начинает свою работу в эфире у студии для вас працовый Евген Паблавец. Як на месцах ведется работа по продухелении гибели людей от внешних факторов, оценят депутаты областного совета. У Октябрьском районе сегодня отбудется выездное посаджение постоянной комиссии по законности и правопорадку. Депутаты ознайомятся с тем, насколько эффективно и взаимодействуют субъекты профилактики в пытаниях продухеления гибели людей от внешних причин. 1038 участков для голосования по выборах депутата уплаты представников Национального схода Беларуси 6-го скликания утворено у Гомельской области. 40 из них – в санаториях, профилакторах, домах отпочинку, больницах и других организаций охоты здоровья. Во час минулой выборчей кампании на Гомельщине было на 32 участки больше. Зменьшение их колькости связано с узбуйнением некоторых участков. Что течется инициативных групп по сбору подписов за кандидатов, то их все лета зарегистрирована 57. Большисть претендентов – представники беспартийного блока, а маль третья частка – вылученцы от политических партий. А кроме того, в регионе почалась работа по вызначении представников у склад участковых комиссий. И они повинны быть сформированы не позднейшим за 45 дней до выборов. Как и вядомо, вылучшение кандидатов у депутаты платы представников Национального схода 6-го скликания стартовало 3 липня. Их регистрация пройдет с 2 по 11 жюня, после чего пошнется гитация. Выборы отбудутся 11 вересня. У Беларуси протягивается прием документов у высшейшей научально установы на бюджетной местце. Нахадаем, вызначиться с выбором специальности можно до 14 липня. Настяся Кучинская назирала за тем, як проходить гэты процесс у Гомельским медицинским университете. Многие бетруиенты с невысокими уступными балами традиционно отсочивают обстановку с колькостью заяв одразу у некольких в НУ. И ждать до последнего. Потому что 14 липня для приемных комиссий будет хорошим днем. Али уже сегодня в Гомельске медуниверситете кажут, что, меркующий по активности потенциальных студентов, можно ждать больше высокого конкурса, чем в минулом году. Ожидаем, что в этом году и конкурс будет выше, и проходные баллы будут выше в сравнении с прошлым годом. Ну и традиционно, в принципе, не на что жаловаться в этом плане. Потому что всегда профессия врача, она очень востребована. И, как показывают последние годы, популярность ее среди бетруиентов, она только возрастает с каждым годом. Сегодня при выборе профессии урожа многие бетруиенты кируются и материальной засекавленностью. Рынок платных медицинских послуг у нашей краины активно развивается. И, когда ранее докторы были выключены бюджетниками, то сегодня это рамяство становится ярче и пробытковым. Хоть романтизм и высокородность профессии для многих абитуриентов все же остаются головными изначальными факторами. Врач – это сам по себе очень ответственный человек. И я считаю, это самая нужная профессия, потому что мы помогаем людям. Мы бороться с какими-то проблемами, болезнями. И поднимаем людей на ноги, можно сказать. Зараз на патрахтоку медика у нашей краины поглядели зыншого боку. Головная задача – узмацнить практичную частку. С этой метой в Гомельске медуниверситете открыли особный симуляцийный центр. Тут на специальном обсталявании можно учиться робить, например, хирургичные и реанимационные манипуляции. У целом, ахова здоровья Гомельского региона, но в зрувне республики, отримала высокую оценку. За пять годов колькость высокотехнологичных операций выросла у шатыры с половой разы. И это так само пока шаг работы Гомельского медуниверситету. Поводли статистыки, чем речет 8% медиков, які працующие у него в области, скончили минавитами особого ВНУ. Высокий взрывень подрыхтуки, дозволяя им и удалейшему досконаливаться у профессии. Диплом выпускника Гомельского медуниверситета признается во всем мире. Причем в некоторых странах отдается предпочтение даже тем, кто закончили наш ВУЗ. Тот рейтинг, который ВУЗ занимается в системе всех медицинских ВУЗов на постсоветском пространстве, свидетельствует о том, что у нас достаточно сложившаяся хорошая ситуация в ВУЗе. И мы, в общем-то, выполняем те все задачи, которые были возложены. Настасия Кучинская, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Темы подрыхтовки медицинских работников у Гомельской области обмяркують сегодня у программе «Диалог». Гостем эфиру станет ректор Гомельского медицинского университета Анатоль Лизиков. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» у 19.00. Свои вопросы вы можете задать по номеру телефона промога эфиру у Гомеля – 77 68 45. На Гомельщине сегодня створены уси умовы для беспешного подшинку на воде. Однако хоров в области усе ровно тягнен на необсталеванные пляжи. До речи, миновата на их отбылесся литеральные усе трагедии этого года. Под обязанностью в наступном материале. В этом году в Гомельской области вода загубила 18 человеческих жития, 5 раз загинавших дети. Сверто основных причин, которые сформировали сумную статистику – купание в забороненных местах и находжение там у стане алкогольного опьянения. Лишь бы, по словам специалистов областной организации, свод довольно серьезная. Однако право на низлеточними даденными я ныне жей. Так, в 2015 году в этой шпиры загинавших наличивалось 22. Увагу для снижения натирается опошние три годы. У всех это выник жорстких организационных мер и массовой профилактичной работы. Однако в масштабах республики Гомельшина покуль не у лидерах. Над один и момент между все загинавших наличивается в Минску. Беда всех несчастных случаев – это все-таки, подчеркну, чрезмерное злоупотребление алкоголем. Часто происходят случаи, когда компания отдыхает, и товарищи просто не видят и не контролируют, куда делся их приятель. Самое главное, что я могу предложить, все-таки выбирать для отдыха официальные пляжи, которые присутствуют практически в каждом районном центре, городе, населенном пункте. До речи, все несчастные выпадки этого года отбылись аминавито на необсталяванных пляжах. При этом официальных в регионе наличивается больше, как 40, и на каждом з них охова жития людей забеспечивают посты освода. Дякуючи их праце, с початку года был выротованный 41 человек. И все же на фоне такой статистики и снижения огульной колькости загинувших, расслабляться выротовальники не спешаются. Как раз на этом тыдне сеноптики обьяцают аномальную высокую температуру поветра. А как вядома, чем выше и пока шеки термометров, тем выше и вероходность трагеды на воде. В ближайшие дни температурный фон еще повысится. На большей части территории области максимальная температура воздуха днем достигнет 30-34 градусов. В Гомеле 30-32. В отдельные сутки и 34 тоже. По даденных сеноптиков, зараз температурный режим выше за норму на 4 градусы. До конца штыня перевышение досягнет 10-ти. Пик приедется на Гомельске, Брахинске и Чажирске районы. Температура жвады на даденный момент так само перевышает оптимальную и складает 22 градуса. Уличуючи такие умовы на дворе, специалисты закликают быть особливо уважливыми и осторожными подчас находжения на открытом солнце. И проводят свой отпочинок только под контролем выротовальников на офицейных пляжах. Ганна Ковалева, Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадуя компания «Гомель». У поселку Калинина в Гомельском районе прошла церемония урочистого перепахования останков червонармейцев. У мясовой братской могиле знайшли опошний притулок 69 военнослужащих, які загинули в осенью 1943 года. Подробязности у сюжете наших корреспондентов. У воинским пахаванне у поселку Калинина спочивають свыше пау тысячи человек. И час от часу на гэтых могильных плитах з'являются новые прозвищи. У 1943 годе при вызволении Беларуси на территории сучасного цярышковичского сельского совета ишли крывавые бои. И зараз у мясцовых лесах махчыма знаходится ясче не одно невядомое пахаванне. Знайсти их допомагают архивные звездки и успамины мясцовых жихаров. На гэтый раз пашуковики знайшли могилу 69 червонармейцев, які загинули от ран у 1943. Дякуючи архивам установили особу кожного бойца. Среди них практически представители всех республик. Это и Украина, и Россия, и наши из Гомельской области, Довружский район. Это и Узбекистан, и Казахстан. Очередные поискового клуба «Лая погона» составили письма с просьбой помочь в поиске родственников. Разослали по всем адресам мест призыва бойцов. Пакуль змогли знайсти родных только у Добруши и на Бранщине. Яны так само приехали на церемонию пахаванне. После Великой Айчинной войны пройшли десяти годзи. Народилися новое поколение. Гэтые люди николи не бачили своих дяду и прадедов, але подчас церемонии на вачах у их слезы. Узнали, что дедушка погиб. Соответственно, когда узнали, что точно это он, бросили все дела, приехали. Это потрясающе. Мурашки бегут до сих пор, чувства непередаваемые. Церемония пахаванне стала знаковой падеей не только для родных червонармейцев, які знайшли опошний притулок на Гомельской земли. На урачистом развитании шмат мясцовых жихаров. Они пришли отдать данину поваги людям, які поклали свое життя за нашу свободу. Настасья Кучинская, Виктория Шумак, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». На передатні православные верники означают Пятро День, або День святых апостолов Петра и Павла. А Свято-Петропавловский собор Гомеля сустракал простольное свято. На урачистостях побывали и наши корреспонденты. Уже шмат годов Кафедральный собор Гомеля освеченный именовитый як храм славных и усяхвальных першаверховных апостолов Петра и Павла. Менавита молитвами гэтых заступников города собор вауссе, нават не самые лепшие для веры часы, заставаусе у нашым регионе надзейной опорой. Выявы апостолов Петра и Павла на галоному ваходе и на иконостасе православного храма. И наше поклонение им гэта надзеек кожнага, каб набыть Пятрову твердость и Павлову розум. У гэтый день принято вспоминать житие и пакуты апостолов. Як стверждая Библия, яны больш за інших вушню Христа рупливилися у проповеди ягу заповедзеў. Тому церква называя их першаверховными. Дато ж показывая на дзень, калі святые можши Петра и Паула были перанесены у Рым. Отбылась я гэта паде яшы ў 258-м годе. Я хожу уже не первый год, буквально с детства, с бабушкой, с мамой. Всегда это очень радостно. Всегда там торжественно, красиво. Столько много цветов, столько людей. Крестный ход, освящение. И очень приятно быть и всех поздравить с праздником. Што казать, горши часы ў житсі гэтага храма засталіся ў минулым. И дасть Бог, больш не вернуться. Про гэта молятся ў соборы, про гэта співаюць купалы. И сёня Пятру дзень заканчивая Пятру пост. Дорогие братья и сёстры, дорогие друзья, позвольте всех нас поздравить с нашим праздником престольным святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Они являются нашими покровителями города Гомеля. И мы все сегодня, особенно в этот день их памяти, приходим в кафедральный собор и возносим свои посильные молитвы, чтобы Господь их молитвами защитил нас, защитил каждого, защитил наши семьи, защитил наш город, защитил наше государство, чтобы мы с вами жили их молитвами в мире и благополучии. И Господь был рядом с нами, а они были нашими наставниками и хранителями в этой жизни. Людмила Чарнецкая, Марина Северьянова, Сергей Лукашук, Телеры, Део, компания «Гомель». Стали годомая команда, якая проставит Гомельскую область в республиканском финале детячих футбольных споборностей «Скуранный мяч». Наймокнейшие у молодших и средних взрослых группах вызначились ранее. Ими стали Жлобинские и Житковицкие районы. И вот переможцы выявили самые старейшие футболисты 2002-2003 годов народжения. Да, это у взрослого и группы особливая увага. Белорусская Федерация Футбола удельничает у проекции УЕФА по створению детячих футбольных академий. Уже набраны команды стариновитых хлопцев 2000-го, 2001-го и 2002-го годов народжения. На Чарзе – 2003-е. Так что ця перешний «Скуранный мяч» для некоторых юных футболистов может стать трамплином у «Великий спорт». Вот сегодня мы осуществляем набор и с 1 сентября начнет функционировать специализированный класс при Академии, при Федерации Футбола, в Академии нашей футбольной 2003-го года рождения. Поэтому мы сегодня начинаем просмотр этих игроков, кандидатов. Мы порекомендовали вашим тренерам, вашему региону отобрать здесь на месте и тех лучших ребят, которые проявят себя в областных соревнованиях, привести на республиканский смотр. И тогда при комплектовании 2003-го года как раз и будет та картинка, которая нас интересует. Мы заберем все то лучшее, что у нас есть в регионе. А выбирать есть кого? Скоранный мяч Николе не отшивал проблем с колькостью удельников. Наверное, подчас летних каникулов собрать команду для поездки на турнир не з'является проблемой. Команда Скалинковича приезжает на областный этап Скораного мяча на протягу опушных годов практически в неизменном складе. Меняются только взрослые категории, у которых выступают хлопцы. Правда, перемахчи не отрымливаются. Спынялись за крок от первого места, однако не глядя, что на это гулять, тренироваться не кидают. Мы уже знаем друг друга лет семь, наверное. Играем, у нас там есть мини-площадка, и мы там все время играем каждый день. На гэтый раз у группе городов футболисты Скалинковича финишовали на третьей позиции. Лепшими стали жлобеншане. У суперфинале яны сустреляся с футболистами с Будокошалёва, які першинствовали у группе районов. Отрымавши перемогу зликом 1-0, хлопчики с Будокошалёвского района будуть представлять Гомельскую область на республиканском финале, який пройдя уверясь с ним. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокампанія Гомель. Гэты иншы новины вы можете знайсці на нашым сайці у интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтом выпуске завершены. У студии працував Явген Паблавец. Усяго добрыха и до сустрэшу у эфіру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова